МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики, время поговорить об экологии. Экология и экономика – два понятия, два термина, очень близкие по значению, с общим корнем. Общеизвестно – «экос» греческого «дом». «Номос» переводится как «закон». Соответственно, экономика – это наука о законах или нормах ведения домашнего хозяйства. Или, проще говоря, наука о принципах рационального хозяйствования. Экология, если переводить дословно, наука о доме. Или, если хотите, наука о сбережении дома. И здесь действительно все очень тесно взаимосвязано и вытекает одно из другого. Невозможно развивать производство, усложнять орудия труда без нанесения урона природе, без ущерба экологической безопасности страны. Будем объективны, производство – это в какой-то части переработка природных ресурсов, то есть изменение окружающей среды, уничтожение лесов, изменение ландшафтов, изменение экосистем рек и озер. То есть, по факту, необратимые нарушения экологического баланса разнообразными отходами. Безотходное производство – это стоит признать, пока остается мечтой экономистов и экологов. Производство постоянно разрушает природный баланс, сложившийся на планете. Чтобы вырастить дерево, нужны десятки лет. Чтобы срубить – минуты. Нефть, металлические руды, другие полезные ископаемые вовлекаются в производство безвозвратно. В последнее время человечество все более остро чувствует даже нехватку природной пресной воды. И запасы ледников едва ли помогут радикально решить эту проблему. Так что нам делать? Как совместить несовместимое бурное развитие цивилизации, рост производства и сохранение живой природы окружающей среды? Задача настолько важная и глобальная, что найти простые пути ее решения просто нереально. Скажем, страны золотого миллиарда стараются вынести экологически вредные производства подальше от своих границ в развивающиеся страны третьего мира, превращая большинство из них в экологически неблагополучные промышленные зоны. Но здесь надо отдавать себе отчет в том, что в этом случае заплатить за улучшение экологической обстановки придется рабочими местами потери части доходов и экономической базы. Готовы ли сегодня мы пойти на это в современной России? Пожалуй, что нет. Выход из сложной ситуации для нас только в одном. В существенном повышении стандартов экологического благополучия при сохранении, а лучше и увеличении темпов развития промышленного производства. Только как этого добиться, поговорим сегодня в нашей программе. В эфире «Реальная экономика». Мы начинаем. Происходят постоянные вырубки лесов и так далее. То есть меняется лип планеты. Самые опасные факторы неблагоприятного воздействия на экологию. Как избежать катастрофы? У нас впервые за всю историю Татарстана химическая промышленность получила первую особую категорию надежности. Эффективное энергоснабжение, новые технологии и снижение выбросов. В Нижнекамске вывели свою формулу повышения экологических стандартов. То, что направлялось раньше на печи внутри предприятия, мы сейчас будем направлять уже сюда парогенераторную установку, и это значительно снизит воздействие на окружающую среду. Парогазовые установки, как они работают и какой дают эффект. Таких показателей ни у одной станции в Российской Федерации просто нет. Нижнекамская ТЭЦ-1. Надежность, эффективность и экологическая безопасность. Как совместить три в одном? Специалисты расскажут. Непрерывный технический прогресс и масштабная индустриализация – вещи, за которые человечеству приходится дорого платить. И главный вопрос – как остановить это безудержное, а часто бездумное порабощение природы человеком? Где, наконец, эти красные линии, за которые нельзя перейти ни при каких обстоятельствах? Пока ответов нет, как мне кажется. Единственное, что выдает пока человечество, так это рейтинг экологических мировых проблем, которые, что называется, уже в наличии. Условно, проблемой номер один для всех нас может стать глобальное изменение климата. По факту оно уже давно идет. Другой вопрос – какими темпами? 97% климатологов считают, что изменение климата происходит постоянно. И выбросы парниковых газов являются основной причиной этого процесса. Загрязнение воздуха и изменение климата тесно связаны между собой, так как имеют одни и те же причины. Парниковые газы вызывают повышение температуры на планете, а также ухудшают качество воздуха, что отчетливо видно в крупных городах. Загрязнение почвы является еще одной серьезной проблемой. Так, например, в том же Китае почти 20% пахотных земель загрязнены токсичными тяжелыми металлами. Плохая экология почв угрожает продовольственной безопасности и создает риск для здоровья людей. Еще одна глобальная для мира экологическая проблема – истощение озонового слоя. Озоновый слой – это тонкая полоска стратосферы, защищающая все живое на Земле от губительных ультрафиолетовых лучей Солнца. Вырубка лесов – тяжелая по последствиям проблема. Деревья поглощают СО2, они позволяют нам дышать, а значит жить. Но леса исчезают с огромной скоростью. Подсчитано, что 15% от общего объема выбросов парниковых газов произошло в результате обезлесения Земли. Население планеты увеличивается с каждым днем, а изменение климата вызывает больше засух. Нехватка воды становится все более важной проблемой. Только 3% мировых запасов воды являются пресными, а 1,1 миллиарда человек сегодня не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Человек сегодня активно вторгается в места обитания диких животных, что вызывает быструю потерю биоразнообразия на планете. Это угрожает продовольственной безопасности, здоровью населения и мировой стабильности в целом. Согласно данным Всемирного фонда дикой природы, биоразнообразие сократилось на 27% за последние 35 лет. Промышленные методы сельского хозяйства приводят к эрозии почв и деградации земельных ресурсов. Результат – менее продуктивные пашни, загрязнение воды, увеличение количества наводнений и опустынивание почв. По данным Всемирного фонда дикой природы, половина верхнего слоя почвы Земли была потеряна за последние 150 лет. Увы, этот список мировых проблем не сокращается, а скорее наоборот, стремительно расширяется. Каждый из вас наверняка добавил бы к нему пару-тройку своих пунктов, те же кислотные дожди, к примеру. Но задача ведь не в том, чтобы перечислить проблемы, а в том, чтобы хотя бы оценить последствия, а еще лучше – наметить пути их решения. Глобальное потепление. Немногие пока верят в это явление и придают ему большое значение. Однако ученые со всего мира уверенно заявляют, игнорировать процесс уже не получится и даже опасно. Ибо глобальное потепление длится уже десятилетия. Проводя постоянные наблюдения, исследователи обратили внимание, что среднегодовая температура климата Земли растет. И главная причина тому – хозяйственная деятельность человека. Работает промышленность, сельское хозяйство. Затем происходят постоянные вырубки лесов и так далее. То есть меняется лик планеты. И вот влияние этого антропогенного фактора последние сто лет привело к заметным изменениям нашего климата. То есть сейчас температура поднялась в среднеглобальной на один градус. Значительный рост температуры ученые начали наблюдать в 70-е годы прошлого столетия. То есть именно в то время, когда активно развивалась промышленность, водились новые заводы и предприятия. Это, по мнению профессора Юрия Переведенцева, привело к концентрации углекислого газа в атмосфере, который и влияет на изменение климата. Впоследствии это становится причиной серьезных природных катаклизмов, в том числе и на территории нашей страны и республики. А последствия, в главном разуме, неприятны тем, что климатическая система становится неустойчивой. И у нас именно часто стали возникать природные катаклизмы. Когда образовалось наше направление научное, кафедра, первый, кто описал смерч, это профессор Бронер, который увидел его на Волге. Это было редкое событие, как он пишет. А сейчас мы уже заснимаем наши студенты во время практики вот такого рода неприятности. Может ли сегодня человек принять меры, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию? Может, отвечают ученые. И первый путь – воздействие на предприятия с целью регулирования промышленности. Но для этого должны объединиться все страны. Для этого специально именно разработано Парижское соглашение. в 2015 году, которое направлено на то, чтобы снижать выбросы парникового газа в атмосферу. То есть, в первую очередь, углекислый газ, метан, ну и другие, так сказать, более мелкие компоненты. Соглашение, разработанное в рамках рамочной конвенции ООН об изменении климата, одобрили 195 стран. Пока что не все страны ратифицировали соглашение. Год назад из него официально вышли США. По мнению аналитиков, Парижское соглашение – это пока только начальный этап внедрения энергосберегающих технологий. Впереди придется сделать еще очень много. Одной из причин изменений климата ученые, как мы уже отмечали, называют парниковые газы. Одним из главных их источников – энергетическую отрасль. По подсчетам Мирового энергетического агентства, на долю энергетики приходится почти 40% всех выбросов парниковых газов на Земле. К слову, неправильно думать, что в России в этом плане все очень неблагополучно по сравнению с развитыми странами. Скорее даже наоборот, в России энергетика с точки зрения выбросов парниковых газов выглядит лучше, чем, например, в США, Китае или Германии. На долю низкоуглеродной энергетики приходится порядка 75-80% установленной мощности российских электростанций. Это гидро и атомная энергия, а также газ. И только порядка 20-25% приходится на угольную и дизельную генерацию. В то время как в США, Германии, Китае уголь занимает гораздо большую часть энергобаланса – от 40% до 60%. Но и нам есть куда стремиться в плане повышения стандартов экологического благополучия. Нижнекамск – главный промышленный центр Татарстана – основная точка роста экономики. Так уж сложилось исторически, что здесь сосредоточены крупнейшие промышленные гиганты – предприятия-лидеры нефтепеработки, нефтехимии, строительного комплекса, теплоэнергетики. Это, с одной стороны, колоссальное конкурентное преимущество Нижнекамского промышленного узла – уникальная возможность для формирования доходной базы. С другой – это, в определенной степени, дополнительный фактор риска с точки зрения экологических вопросов. Как снизить этот фактор, уменьшить влияние промышленной зоны на окружающую среду? В Нижнекамске смогли сделать то, что мало кому удавалось ранее. Здесь не просто серьезно увеличили сами объемы производства продукции по всем позициям, но и одновременно существенно увеличили надежность энергоснабжения, что для отрасли критически важно, и вышли на выдающиеся показатели по безопасности в целом, по экологии, охране окружающей среды. И опыт этот стоит детального изучения. Есть такое расхожее выражение – кто многого добивается, тому многого не достает. Амбициозные Казань и Татарстан прочувствовали справедливость этого тезиса на собственном опыте. Бурное развитие промышленности, строительство новых объектов, проведение масштабных мероприятий в столице – все это еще больше обнажило давнюю проблему республики – энергодефицит. Татарстан уже не первый год пытается снять напряжение в этом вопросе, и по-настоящему глобальные перемены к лучшему произошли в последние несколько лет. В 2013-м была введена в работу подстанция 500 кВт Щелоков. Для основных бюджета образующих комплексов Нижнекамского энергорайона была создана надежная схема энергоснабжения. Третьим независимым источником питания на этой территории стала подстанция напряжением 220 кВт Бегишева, введенная энергетиками в 2016-м году. Еще одно знаковое событие произошло в этом году. Ввод в эксплуатацию воздушной линии 220 кВт Щелоков Центральная. Новая энергетическая артерия соединила Казанский и Нижнекамский энергорайоны. Так, энергия Камы дошла до Казани и обеспечила столицу республики дополнительными мощностями для грядущих масштабных проектов. Мы перебросили с вами энергию Кама на Казань. И при этом город Казань, столица получила третий источник на уровень 220 кВт. То есть, та задача, которая была уже с советских времен, это закольцовка на уровень 220 кВт по республике состоялась. На понимание, вот сейчас мы находимся на Казанской ТЭЦ-3. Мощность газовой установки, газотурбины, которую мы ввели в эксплуатацию в прошлом году, составляет 425 мегаватт. Линия 220 кВт, двухцепная, смогла передать в Казань 500 мегаватт. То есть, две эти работы, Казанская ТЭЦ-3 и цепочка подстанции Щелоков, линия Щелоков центральная, реконструкция подстанции центральная, ну и некоторые другие работы внутри города Казани, позволяя совершенно на другой уровень вывести схему лицснабжения города Казани. У нас впервые за всю историю Татарстана химическая промышленность получила первую особую категорию надежности. Это и по Казани, и по Нижнекамску. Это достаточно уникальное событие для Татарстана, ну и для России в целом. Программа эта была еще утверждена после буквально нескольких отключений массовых электроэнергий, была утверждена в Татарстане Кольчим Механовым, и в течение последних, так, по-моему, 7 лет выполнена серыми сетевой компанией и серыми группой компании ТАИФ. Почему я не говорю о ТК-16? Потому что участвовала вся группа компаний ТАИФ. Потому что схемы выдачи мощности и распредустройства делали Казанский «Арксинтез», газовую машину строила ТК-16, по станции Щелоково строила сетевая компания. То есть усилия всех компаний сражились и дали совершенно новое качество развития для энергетики Республики Татарстана. Масштабные инфраструктурные проекты, модернизация действующих производств, внедрение новых технологий. Без одного не может быть второго, без второго третьего. Все это звенья одной цепи глобальной комплексной работы, проводимой группой ТАИФ. Уже не первый год. Цели эффективные, безопасные, экологические, в том числе и предприятия, которые сегодня составляют основу Нижнекамского промышленного узла и экономики Татарстана в целом. Только одна цифра. До 2025 года группа компаний ТАИФ планирует вложить 54 миллиарда рублей в мероприятия по повышению надежности энергоснабжения предприятий и снижению техногенной нагрузки на окружающую среду. И многие проекты ТАИФ будет реализовывать в партнерстве с ведущими мировыми компаниями, лидерами в своей отрасли. ТАИФ и Сименс собираются реализовать в Нижнекамске во всех смыслах прорывной и даже исторический проект. Такого мнения придерживаются не только в самих компаниях отдельные эксперты, но и президент Татарстана Рустам Миниханов. Не просто крупный, не просто масштабный, не просто экономически значимый проект, но и уникальный во многих аспектах. Во-первых, будет построена не просто электростанция в чистом поле. Фактически Сименс со своим турецким подрядчиком компании «Энко» берется построить современную электростанцию на базе ныне действующей старой подстанции Нижнекамскнефтехима. Во-вторых, мощность нового энергоблока почти 500 мегаватт. Ее с лихвой хватит, чтобы обеспечить не только действующие производства, но и вновь вводимые мощности Нижнекамскнефтехима. В-третьих, экологический аспект. Во-первых, это самое современное оборудование мирового уровня. Во время выбора как раз именно ставился вопрос о высоком коэффициенте полезного действия, о минимальных выбросах в атмосферу. Начнем даже не сколько с экономики, сколько с экологии. Сингаз, который раньше просто сгорал или выбрасывался, он теперь будет использоваться для производства электроэнергии. Планируется, что через 40 месяцев после подписания контракта, то есть в 2021 году, автономная электростанция в Нижнекамске заработает. Впрочем, хорошо известно, что Таиф и Сименс умеют сдвигать контрактные сроки, что уже не раз доказывали. Инвестиционная стоимость оценивается в 352 миллиона евро. Да, действительно, это важный аспект. Во-первых, применяется в данном случае самое современное оборудование, то есть парогенераторная установка. И топливом для данной установки будут являться наши продукты, переработки попутных нефтяных газов. И это значительно снизит воздействие на окружающий Союз. Сегодня энергетические мощности должны быть очень конкурентными. И то, что Таиф делает в Казани, в Нижнекамске, это повышает ее конкурентность. Газотурбинные установки – это будущее мировой энергетики и энергетики России в том числе. Их преимущества очевидны. Мощность и при этом компактность, высокий КПД, низкий показатель удельного расхода топлива, практически отсутствие вреда для окружающей среды. ГТУ в свое время позволили модернизировать Нижнекамскую ТЭЦ-1, которая в прошлом году отметила свой полувековой юбилей. И сегодня станция остается основой надежного и бесперебойного энерго- и теплоснабжения всего Нижнекамского района. Одна из крупнейших теплоэлектроцентралей в Европе и самая крупная в Татарстане. За полвека Нижнекамская ТЭЦ-1 смогла достигнуть такого уровня, о котором в советское время ее создатели и не мечтали. Сегодня она обеспечивает энергией весь нефтехимический комплекс региона. По итогам хозяйственной деятельности за 2017 год Нижнекамская ТЭЦ выработала 4,1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии и 17,8 миллионов гигакалорий. Отпустила тепла на 17,8 миллионов гигакалорий. Эти цифры являются одними из самых больших за историю выработки для работы станции. Несмотря на солидный как для человека, так и для предприятия возраст, станция сейчас по сути переживает вторую молодость. Уже в начале нулевых было понятно, что только на опыте и традициях развиваться невозможно. Нужна была перестройка работы, глубокая модернизация. И понятное дело, для этого нужны были колоссальные инвестиции. Новый этап для Нижнекамской ТЭЦ-1 наступил тогда, когда она вошла в генерирующую компанию ТГК-16 в составе группы ТАИФ. По сути, в этот период для Нижнекамской ТЭЦ-1 открылась новая страница в новейшей истории. С 2010 года, с тех пор, как станция входит в группу компании ТАИФ, УАО ТГК-16 инвестировала в наше производство на ремонт и модернизацию основных фондов свыше 6 миллиардов рублей. Наша станция является уникальным объектом электроэнергетики с точки зрения способности выработки тепловой энергии. Это 3746 гигакалорий часовых. Также и по способности выработки химически обессольной воды. Это порядка 3000 тонн часовых химически обессольной воды. Таких показателей ни у одной станции в Российской Федерации просто нет. Основной задачей нашей электростанции является производство, преобразование, распределение и отпуск энергоресурсов потребителям. Управление режимом работы генерирующего оборудование электростанции осуществляется с главного счета управления, так называемого центра управления. Надежную работу генерирующего оборудование станции, а также управление технологическим процессом производства электрической энергии и тепла обеспечивают работники котлотурбинных цехов номер один и номер два, электрического цеха, цеха автоматизированных систем, управления и топливного цеха. Для непрерывности протекания основного технологического процесса станции необходима химически обессоленная вода. И здесь в работу вступают самые производительные в России химические цеха станции общей мощностью по выработке химически обессоленной воды свыше трех тысяч тонн в час. Процесс приготовления воды необходимого качества из исходной воды реки Кама, очищение ее от взвешенных частиц, солей и минералов осуществляется в круглосуточном режиме. Для облегчения труда работников химических цехов большинство производственных процессов автоматизировано. С автоматизированных рабочих мест ведется постоянное наблюдение, анализов режимов очистки, фильтрации и управления ими. Я работаю на установке по умягчению воды, натрия катионитовых фильтров, где удаляется из воды кальций, магний, натрий. После моей установки вода дальше проходит на установку анновых фильтров и также дальше происходит процесс очищения воды. За рабочим столом заполняю суточную ведомость, где полностью все должны быть показания, по режимной карте соответствовать. Шлам, который остается после очистки воды, отправляется на очистные сооружения химического цеха номер 2. В прошлом году здесь было внедрено новое оборудование – итальянские фильтрпрессы, которые позволили повысить эффективность технологического процесса очистки сточных вод. Щит управления, фильтровальщик управляет обоими фильтрпрессами с давлением 9 килограммов, фильтруется до определенного момента. Все процесс полностью автоматический. Количество плит на каждом фильтрпрессе – 110 штук. Каждая состоит из салфетки и подсалфетника. После фильтрации вода отправляется на повторное использование, а шлам – на утилизацию. Однако сейчас ему планируется найти более полезное применение, что позволит сделать процесс очистки сточных вод более экологичным. На текущий момент он утилизируется, как того и требует природоохранное законодательство. Однако наши станции сейчас проводятся переговоры по возможному его применению и полезному использованию в народном хозяйстве. Экологический контроль и соблюдение природоохранного законодательства – важнейший аспект в работе Нижнекамской ТЭЦ-1. За последние 7 лет на реализацию природоохранных мероприятий было потрачено свыше 1 миллиарда рублей. Мы готовимся к внедрению, опять же, очень интересного проекта и весьма значимого для группы компаний ТАИФ. Это включение в работу газорегуляторного пункта номер 3, целью которого является внедрение в структуру сжигаемого топлива станции топливного газа. Топливный газ будет поступать из комплекса глубокой переработки тяжелых остатков ООО ТАИФНК. Тем самым обеспечивается, опять же, экологичность производства нашего ключевого промышленного потребителя в целях исключения сжигания давного топливного газа на факельных установках. Продолжается реализация программы внедрения систем автоматического розжига горелок энергетических котлов. Указанные системы повышают надежность и промышленную безопасность оборудования, облегчают труд персонала и обеспечивают качественный мониторинг параметров режимов горения топлива. Все силы, средства нацелены на потребителя. А на станции разработаны большие инвестиционные программы. Согласно этих программ мы их делаем и модернизируем, и расширяемся, и увеличим мощность. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика». Я Тимур Бекморзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова